МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. И всех событий уходящих 7 дней мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. На страже порядка и законности. Сегодня отмечается день белорусской милиции. Соедини два берега одной реки. Переправу через Припять возобновили. Президент поручил в этом году построить между Житковичем и Туровым новый мост. Меньше риска, барьеров и трудностей. На уходящей неделе вступил в силу декрет номер 7 о развитии предпринимательства. Игривый характер и безупречное произношение. В Гомеле английскому языку детей учит робот. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. Сегодня в Беларуси отмечается День милиции. Свою историю она ведет с 4 марта 1917 года. В этот день из стен канцелярии гражданского коменданта города Минска вышел правовой акт, согласно которому служащий Всероссийского земского союза Михаил Михайлов, под этим псевдонимом действовал Михаил Фрунзе, назначался временным начальником милиции. Тогда же была разоружена бывшая полиция и взяты под охрану важнейшие государственные учреждения – почта и телеграф. О том, как служат нынешние сотрудники белорусской милиции, какие задачи выполняют и какие цели ставят перед собой – материал наших корреспондентов. Старший участковый инспектор РОВД Жлобинского райисполкома Андрей Ткачев свой участок знает досконально. За линейным районом города сегодня проживает около трех тысяч человек, и к каждому при необходимости нужно найти подход. Впервые на этот участок тогда еще инспектор Андрей Ткачев вышел в декабре 2011 года. Говорит, что за прошедшее время были предложения о переходе на другую работу, однако пока ни одно из них не принял. В своем деле он действительно профессионал. В 2016-м стал вторым на областном конкурсе участковых инспекторов милиции. В прошлом – первым. Тогда же принял участие в республиканских соревнованиях и занял второе место. Причем от лидера отстал всего на два очка. Говорит, что быть участковым инспектором – особенная работа, справиться с которой может не каждый сотрудник органов внутренних дел. Работа участкового инспектора тяжела, потому что ты должен быть немножко психологом в своей сфере деятельности. То есть кому-то рассказать, как и что делать, как себя вести в той или иной ситуации, как выйти, например, из сложившейся тяжелой жизненной ситуации. Потому что приходится работать как с судимыми, любителями выпить злоупотребляющими алкоголь. Ну и также с бабушками, дедушками. И в то же время с подростками и мы, с детьми. Потому что работа заключается… она не узкая, то есть охватывает широкий круг. Одна из особенностей Жлобина в том, что здесь большое количество личных автомобилей. Какое-то время по этому показателю город занимал первое место в республике. Впрочем, по мнению сотрудников ГАИ, большинство водителей – люди вежливые. И правила дорожного движения стремятся не нарушать. Самое распространенное нарушение – отсутствие отметки прохождения техосмотра. Впрочем, эта проблема актуальна не только для Жлобинского региона. За 2017 год наше подразделение отдела ГАИ заняло первое место в области как лучшее подразделение, как и по выявляемости административных правонарушений, так и остальных критериях служебной деятельности. В отличие от героев-детективов, сотрудники милиции, оружие применяют только в исключительных случаях. И всегда рады, когда таких случаев не бывает вообще. Многим их реальная работа покажется даже рутинной. Впрочем, иногда милиционеры совсем не против, как настоящие артисты снятся в кино. Они действительно это могут, если нужно в реальной ситуации сработать не хуже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Среди участников торжественного собрания в Гомеле, посвященного Дню Белорусской милиции, действующие сотрудники органов внутренних дел и ветераны милиции. Нагрудные знаки за отличную службу, дипломы и почетные грамоты отраслевого министерства, гомельских областного и городского исполнительных комитетов. В этом году среди награжденных около 300 человек. Мужество, профессионализм и ответственность. Для людей в милицейских погонах это не просто девиз, это черты характера, без которых быть сотрудником органов внутренних дел невозможно. Самые теплые, огромнейшие слова благодарности всему личному составу, всем тем ветеранам, которые обеспечили сегодняшний правопорядок в Республике Белоруссии на Гомельской области. Вот этот результат, он еще раз показывает сплочение ветеранов, нашего личного состава, нашей общественности, всех субъектов профилактики и особенно огромные большие слова благодарности руководителям силовых структур Гомельской области, где мы обеспечим совместно все вопросы порядка, спокоя в нашем городе, прекрасной целом Гомельской области. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели. Вы смотрите Новости недели. Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Движение по понтонному мосту через Припять в Житковическом районе восстановлено. Временная переправа размещена в районе деревни Борки. В двух километрах выше по течению от прежнего места размещения. При неблагоприятных метеорологических явлениях, которые остановят работу понтонной переправы, людей снова будут перевозить на катерах. Такие меры будут приняты при интенсивном ледоходе. И как стало известно на этой неделе, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в этом году построить новый мост между Житковичем и Туровом. Экспорт продукции в 65 стран мира, почти 30 тысяч работников, свыше 13% производства всей промышленной продукции в области. Свободная экономическая зона Гомель-Ратон отметила 20-летие. Производства резидентов СЭЗ расположены в 11 районах Гомельской области. В прошлом году ими привлечено свыше 230 миллионов долларов инвестиций. Почти половина из них иностранные. Лидеры в этом направлении Делком-40, Алкопак, Мультипак, Фрешпак Солюшнс, Светлогорский завод сварочных электродов и Гидросила Беларусь. В 2017 году было зарегистрировано 7 новых резидентов. Это второй показатель в Беларуси после города Минска. Минимальная травматичность и быстрый процесс реабилитации. В Гомельской областной больнице провели первую операцию на коленном суставе с помощью уникального артероскопического оборудования. Его стоимость почти полмиллиона рублей. К слову, такой аппарат единственный в Беларуси. Теперь на новом оборудовании будут выполняться все операции на суставах. Специальный план ГАИ и задействование всех резервов коммунальных служб. Сильные снегопады заставили принимать дополнительные меры по расчистке дорог и предупреждению происшествий. По информации областного гидрометеоцентра, наиболее значительные снегопады в конце этой недели отмечались в Житковичах, Василевичах, Речице и Гомеля. В Речице, например, выпали полторы декадные нормы осадков. Наибольшая высота снежного покрова отмечена в Житковичах около 40 сантиметров. На уборку снега направили более 600 единиц техники. Весь личный состав ГАИ переведен на усиленный вариант несения службы. А вот участникам спортивного праздника «Гомельская лыжня-2018» обильный снегопад был только на пользу. В субботу гомельчане массово стали на лыжи. В заречной зоне реки Сож собрались более тысячи любителей активного зимнего отдыха. Соревновательная часть предусматривала две трассы – 1000 и 2000 метров. Сильнейших определяли в четырех возрастных категориях. Старшая – 70+. Отдельно соревновались учебные заведения Гомеля. В музее хлеба в Чечерском районе торжественно открыли новые экспозиции. В агрогородке Ботвинова можно узнать, как был устроен быт в домах наших предков. На выставочных площадях представлены стилизованный крестьянский двор с колодцем, журавлем и мельницей. Также закупили новое оборудование для выпечки хлеба. На нем прямо в музее можно приготовить свой собственный каравай. В Гомеле состоялся второй областной тур по робототехнике «Робоквест». Его организатор – Гомельский областной центр технического творчества детей и молодежи. Соревнование – часть регионального этапа республиканского конкурса. За победу сражались около 200 участников. Турнир направлен на популяризацию робототехники, реализацию творческих способностей, научных и познавательных интересов детей и подростков. На уходящей неделе вступил в силу декрет номер 7 о развитии предпринимательства. Его положения обсуждались почти весь прошлый год. Большинство нововведений предложили сами бизнесмены. Как оценивают изменения экономисты, ученые и предприниматели? Узнала Марина Джалая. Внимательно слежу за новостями законодательства. Конечно, и с седьмым декретом в интернете ознакомилась, начинает интервью руководитель детской игровой комнаты Мария Стапенко. Конечно, должно пройти время, пока нововведения станут понятными и очевидными на практике. И все же главный для своей деятельности плюс девушка увидела сразу. Так как мы работаем по записи, каждый день режим работы разный, то, что разрешили его не согласовывать с исполкомом, это достаточно актуально. И для нас упростило во многом работу. Кстати, журналисты нашего телевидения были первыми, кто рассказал об открытой Марии детской игровой комнате. Стартовым капиталом стала безвозмездная субсидия, которую девушка получила в службе занятости. Первоначально здесь была только одна услуга. Мамы могли оставить своего ребенка максимум на три часа. В последнее время спектр направлений деятельности расширился. Это и кружки, и мастер-классы, и многое другое. Мария говорит, что за полгода работы еще не вышло в ноль. Но надеется, что с либерализацией ведения бизнеса она сможет осуществить много интересных планов, которые порадуют детей и их родителей. Недалеко от детского центра расположился красочный магазин, где можно купить уникальные яркие оригинальные изделия ремесленников. Причем не только из нашей области, но и из других регионов. Всего около 120 талантливых мастеров, благодаря которым каждая полочка магазина – просто музейная экспозиция. Его хозяйка Лилия Калюшная тоже успела ознакомиться с седьмым декретом, как и со всеми указами, которые касаются бизнеса и ремесленничества. А их во второй половине минувшего года было, как известно, достаточно. Лилия почти полтора десятка лет является членом общественного объединения «Содействие развитию частного предпринимательства единства». Некоторые положения декрета особенно радуют, ведь они напрямую отразятся на ее бизнесе. Конечно, вижу. Во-первых, для себя, как и для предпринимателя. Это уже более свободная торговля в плане разрешения согласования, режима работы и так далее и тому подобное. Во-вторых, это больше приток новых мастеров, которые приходят, обращаются, регистрируются, оплачивая ремесленный сбор и приносят свои работы. Конечно, здорово, когда государство декларирует то, что каждый гражданин может заниматься тем, что он умеет, что он хочет, что он может попробовать своими силами. Такой пример. Если раньше на открытие торговой точки могло пойти около полугода, сейчас это можно сделать в несколько раз быстрее. Остальные документы разрешается готовить параллельно с осуществлением деятельности. А для наиболее распространенных ее видов вводится уведомительный порядок. Нужно всего лишь обратиться в исполком через службу «Одно окно». На следующий день уже можно заниматься заявленным видом деятельности. Действуют единые требования и единая норма. В части санитарно-эпидемиологического законодательства, противопожарные требования к эксплуатации зданий, требования в области ветеринарии. Они четко определены декретом номер 7 и будут соблюдаться. То есть они заменяют все остальные нормативно-правовые акты в этой сфере в отношении субъектов предпринимательской деятельности. Кроме того, новый документ отменил или радикально изменил ряд других норм. Например, до 2020 года не допускается повышение существующих налогов и введение новых, а также сборов и пошлин. Интернет-магазины смогут применять упрощенную систему налогообложения. Больше не нужно согласовать внешнюю рекламу и рекламу на транспорте. Некоторые помещения разрешено использовать не по целевому назначению. Например, магазин или ресторан можно открыть в офисном помещении, если соседи не против. Ученые, комментируя новые нормы, замечают – надо подождать, пока документ проявит себя в действии. Но теоретически это прорыв. И не просто шаг, а большой прыжок в либерализации бизнеса. Благодаря этому должно увеличиться и количество предпринимателей. Увеличение числа субъектов также отразится на пополнении доходной части бюджета в различных уровней, позволит привлечь иностранных инвесторов для поддержки и развития предпринимательства в нашей республике, позволит развить инновационный потенциал нашей республики, ну и, конечно, организовать новые формы производства, организации и финансирования. В Гомельской области по итогам прошлого года работали свыше 36,5 тысяч субъектов хозяйствования, в том числе около 26,5 тысяч индивидуальных предпринимателей. Марина Джалая, Павел Антонов, Сергей Лукашук. Новости недели. В любом деле идея не просто первостепенна, но и бесценна. А хорошая идея, как известно, приносит своим авторам еще и приятные дивиденды в виде дополнительного дохода. Причем касается это не только бизнеса, но и госучреждений. К примеру, проект Жлобинского государственного профессионально-технического колледжа. Здесь, в начале 90-х, заложили уникальный в своем роде питомник лекарственных растений. Для учащихся хорошая практическая площадка, для учреждения возможность дополнительного дохода. На разговор за чашкой Жлобинского чая отправился Александр Гавейко. Наш питомник был заложен еще в 1992 году при участии ученых Академии налога в Республике Беларусь. Но, вообще-то, цель была, чтобы белорусскую традицию возродить. А когда в 2012 году возник молодежный проект «Земля нашей корни», у нас уже все было готово. У нас было 74 видов лекарственных трав, 19 видов чайных культур, пряные культуры, и 4 вида чаев, которые у нас сейчас очень востребованы. Мы заварили сегодня 4 вида чаю. Вкус лета для всей семьи, любимый. И именно ученые Академии наук нам помогали составлять их состав. И потом мы продавали по всей Белоруссии, по всем ярмаркам, везде, где только можно. И пользуемся большой популярностью. Даже с России, даже приезжали с Италии, даже с Китая. На сегодняшний день у нас существует 4 вида наших чайных напитков, которые непосредственно пользуются спросом у жителей нашего города. Также реализуются в буфете нашего колледжа, на ярмарках. Самое знаменитое из них – это вкус лета, любимый для всей семьи, купальский. Изготовляются из всего сушеного сырья, которое мы выращиваем у нас на учхозе, нашем питомнике лекарственных трав. Все они служат для поднятия иммунитета, но больше всего мне нравится такой вот чайный напиток, как для всей семьи. То есть любят и детки, и взрослые. В состав входит и шиповник, и мелиса. Хочу сегодня вам представить процесс заваривания чая, как правильно его нужно заварить. Мы берем посуду, ее предварительно обдали кипятком, и засыпаем чай. Сегодня я хочу заварить чай для всей семьи, в состав которого входит трава котовника, мелиса, плоды шиповника и цветки калентулы. Очень замечательный, вкусный чай. Мы посмотрим, насколько он будет великолепно выглядеть при заваривании, и, наверное, почувствуем, каким приятным будет обладать ароматом. Наши чаи работают на иммунитет, и хочется, чтобы в каждой семье был такой чай, который поможет не болеть, поможет сохранить свое здоровье и, конечно же, улучшит настроение. Мы завариваем, добавляем на этот объем 4 ложечки и заливаем кипятком. И даем настояться 10 минут. Наши чайные напитки употребляют на протяжении несколько месяцев, потому что они являются накопительными, накапливается защита для иммунитета. И такие травы, как котовник, мелиса, плоды шиповника, цветки, калентулы, они благоприятно влияют на наш организм. Люди меньше болеют. Мы тоже сами употребляем эти чаи. И, конечно же, видим, что результат отличный, замечательный, всем очень нравится. Эх, чай, чаек, дневная водица, выпьешь с устали чайку, будто вновь родился. Далее в программе обзор культурных событий. Мемориальный зал народного писателя Белоруссии Андрея Макайенко на уходящей неделе открылся в Гомельской областной библиотеке. В его основе личный архив драматурга, рукописи, фотографии, письма и телеграммы, книги собственной библиотеки. А в Гомельском областном драматическом театре представили премьерный спектакль. Постановка «Изобретательная влюбленная». Это невероятные сюжетные повороты, приправленные романтическими признаниями и дуэлями, перевоплощениями, танцами и музыкой. За культурной жизнью региона всю неделю наблюдала Вероника Ворошилина. Каждая представительница прекрасной половины человечества вне зависимости от возраста, сферы деятельности и характера обладает природным даром очаровывать. Однако в этом вопросе утонченная женская натура с давних времен стремится прибегать и к различного рода хитростям. В помощь, изысканные наряды, прически, макияж и, конечно же, украшения. В картинной галерее Гавриила Ващенко на уходящей неделе открылась выставка антикварных предметов. Ах уж эти дамские штучки! Здесь представлено более ста экспонатов из частного собрания коллекционера Сергея Путилина. Все эти раритетные предметы так или иначе связаны с миром женщины. Флаконы для духов, сумочки для бала, изящные головные уборы и перчатки. Среди уникальных предметов дамский кабинет в стиле дрезденского барокко, часы-статуэтки с изображениями любовных сцен, бюро-конторки эпохи Наполеона III. Экспозиция позволяет прикоснуться к вещам, которые хранят более чем вековую память, подлинных историй жизни светских дам и могут многое рассказать о своих хозяйках. А в Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина презентовали мемориальный зал народного писателя Беларуси Андрея Макайонко. В его основе личный архив драматурга, рукописи, фотографии, письма и телеграммы, книги из собственной библиотеки. Родился будущий литератор в Рогачевском районе в крестьянской семье. Во время Великой Отечественной войны участвовал в боях на Крымском фронте и был тяжело ранен. Печататься начал в 1946 году. Звание народного писателя Беларуси получил в 1977. Постановки по пьесам Андрея Макайонко «Трибунал», «Затюканный апостол», «Левониха на орбите» стали популярнейшими у белорусской публики. В целом же спектакли по его произведениям ставили сотни театров Советского Союза и Восточной Европы. Тем временем в Ветковском районе на уходящей неделе состоялся очередной отборочный этап пятого районного фестиваля конкурса любительского творчества «Ветка Пассожа». Он объединяет талантливых людей, которые хоть и не являются профессиональными исполнителями, но держатся на сцене достойно и уверенно. Конкурс проходит среди коллективов, организаций и их структурных подразделений, расположенных на территории Ветковского района. Каждый из них готовит яркую и оригинальную концертную программу. Что примечательно, фестиваль постепенно перебирается и в село. Ежемесячно отборочные туры проходят как в райцентре, так и в сельских домах культуры. А в Гомельском областном драматическом театре состоялась премьера спектакля «Изобретательная влюбленная». Это интересная история о женщине, которая решила самостоятельно устранить препятствия на пути к своему счастью. Невероятные сюжетные повороты, приправленные романтическими признаниями и дуэлями, перевоплощениями, танцами и музыкой, пришлись по вкусу зрителям самых разных поколений. На сцене развернулась веселая и одновременно трогательная история любви по пьесе великого испанского драматурга Лопе де Вега в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь Сергея Ковальчика. Несмотря на то, что она написана около пяти веков назад, пьеса, понятная и близка людям, и сегодня. Следующая неделя нам также подарит немало интересного. В Гомельском дворце культуры «Железнодорожников» состоится спектакль по мотивам величайшего произведения Льва Толстого Анна Каренина. Захватывающую и эмоциональную драматическую историю любви зрителям подарят блистательные артисты Московского современного художественного театра. А тем временем гомельские музыканты на следующей неделе зарядят зрителей поистине весенним настроением. Здесь же, во дворце культуры «Железнодорожников» состоится большой музыкальный вечер, приуроченный к Международному женскому дню под названием «Концерт для настоящих леди». В программе прозвучат лучшие произведения о любви в исполнении талантливых музыкантов гомельских городских оркестров. Гостей вечера ждет множество приятных сюрпризов и чувственных композиций. Стоит отметить, торжественные мероприятия, посвященные главному весеннему празднику 8 марта, пройдут во всех уголках нашего региона. Для представительниц прекрасной половины человечества подготовлены теплые и душевные музыкальные поздравления. С самыми интересными событиями из мира культуры вас знакомили Вероника Ворошилина и Павел Антонов. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Инновационные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Одни из них упрощают домашние заботы, другие помогают в медицине и даже в образовательном процессе. В средней школе номер 37 города Гомеля появился необычный учитель английского языка. На уроках детям постигать знания помогает робот-меканоид. Разумеется, речь не идет о полной замене человека машиной, но, как утверждают специалисты, польза подобного эксперимента огромная. Подробности в нашем следующем репортаже. Робот-меканоид, который умеет самостоятельно говорить, слушать своих собеседников и вступать с ними в диалог, в средней школе номер 37 города Гомеля появился месяц назад. Эта умная машина владеет основными европейскими языками, однако лучше всего английским. Робот активно используется для развития коммуникативных компетенций учащихся. С ним можно вести беседу, он отвечает на вопросы, задает вам вопросы. У него довольно большой запас слов, более тысячи слов – это его лексический запас. И мы решили, почему бы не использовать робототехнику на учебных занятиях, тем более, что в Восточной Европе данные разработки не делались. И робототехника для гуманитарных предметов никаким образом не использовалась. Автором инновационного эксперимента стал трижды обладатель почетного звания лучшего учителя иностранных языков города Гомеля Виталий Петровский. Идея приобрести необычного помощника возникла во время посещения выставки подобных умных машин. Что примечательно, робот-меканоид может не только общаться с учениками на английском языке, но и выполнять различные голосовые команды. К примеру, танцевать, обниматься, рассказывать анекдоты или дать пять. Меканоид не только легко включается в диалог, но и позволяет работать над правильностью произношения. Ведь если вопрос или голосовая команда на английском языке заданы неправильно, робот реакции не даст. Сначала было страшно, потому что, если скажет что-то не так, он не поймет. И сейчас мы стараемся говорить на правильном английском языке, чтобы было это без акцента, и чтобы он нас понял. С появлением в школе робота-меканоида интерес к урокам английского языка значительно возрос. Нет сомнений, что и на успехах учащихся эта инновация отразится самым лучшим образом. Вероника Ворошилина, Наталья Игнатенко, Александр Харлампов. Новости недели. На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова